Добро пожаловать на канал о жизни Бельгии, меня зовут Вероника, и сегодня я хотела бы записать видео о реальной разнице между Россией, а точнее Москвой, Подмосковьем и Бельгией. Я недавно вернулась из Москвы, Подмосковья, и была реально шокирована. Я не была там 20 лет, и я реально как будто приехала, ну, ехала туда с огромным волнением, страхом, потому что разница в 20 лет, я просто представляла, насколько изменилась Россия, и мне было реально страшно, потому что я чувствовала себя иностранкой. Сразу хочу добавить обо всём, что я сегодня рассказываю. Это лично мои заметки, лично моё мнение, то, что я заметила спустя 20 лет, и то, что я знаю, живя здесь, в Бельгии. Поэтому, если вы с чем-то не согласны или что-то вы хотите добавить, обязательно добавляйте в комментариях, я буду очень рада. Это будет часть первая, потому что забиток у меня более 13, и я постараюсь их всех рассказать, сравнить с Бельгией, чтобы вы знали, чего ожидать по приезду сюда, и чего вообще ожидать от Европы. Итак, первое, что я заметила по приезду в Москву и выйти из аэропорта Внуково, я просто была в шоке, в шоке от таксистов. Просто на меня налетело миллион таксистов, все смотрели в глаза, предлагали свои услуги довезти до метро, до подъезда, до квартир. Ну, то есть, ну, я всё-таки как это очень воспитанный человек улыбалась и говорила, здравствуйте, нет, спасибо, меня заберут сейчас, нет, спасибо, меня сейчас заберут. Потом я уже сказала, нет, мне не надо такси, нет, мне не надо такси. То есть я уже в какую-то роль влилась, но эти приставучие таксисты я никогда здесь в Бельгии не видела, потому что в Бельгии вам не предлагают такси. То есть есть, наверное, в каких-то местах, что они там стоят, вам предлагают свои услуги, но когда я приезжаю, например, обратно, в аэропорт за вон там, и я скажу честно, мы иногда даже не можем найти такси, никто не предлагает свои услуги. Ну, во-первых, потому что такси здесь дорогое, да, дорогое, считаю, что дорогое, потому что до нашего дома, например, мы живём в 13 километрах от Брюсселя. И чтобы доехать от аэропорта до нашего дома, надо примерно заплатить 35 евро. Здесь совсем другое обслуживание, здесь в очередь встают в основном таксисты, кто первый, тот и главный. То есть если вам понравилась другая машина, вы как бы в неё не сядете, потому что в основном первый таксист, у него приоритет. Второе, что я заметила, это то, что для меня было шоком, что все магазины, ну, многие магазины открыты до 10 вечера, продуктовые. Есть магазины, которые открыты в 24 часа, там, каждый день. Для меня это шок, потому что в Бельгии, например, магазины в основном открыты, ну, самые такие супермаркеты открыты до 8. А в пятницу, как говорится, чтобы закупиться, до 9 у вас есть время. А всё остальное потом закрывается. Потом у вас есть возможность сходить в ночной магазин, где в 3, в 4, в 5 раз дороже всё, все продукты. Что я ещё заметила, это супермаркетов, мамма миа, сколько много. Супермаркетов, шоппинг-центров, бутиков. Супермаркетов мне было плохо, потому что слишком много супермаркетов. Ну, конечно, страна большая, Москва большая, и столько магазинов я не могу, я не могу терпеть столько магазинов, поэтому в Бельгии не так много шоппинг-центров. И даже если вы поедете туда, там тоже все магазины с одеждой открыты, там максимум до 6, до 7 вечера. В воскресенье у нас есть магазины, которые тоже открыты, в принципе, и целый день супермаркеты, но их надо искать, и надо иметь машину. И есть магазинчики, которые тоже немножко дорогие, они тоже открыты с 7, там, с 8, с 8 до часу. То есть не разгуляешься. Я тоже заметила, вот моя третья заметка, это метро, общественный транспорт в России, всё абсолютно круто ездить. То есть прям мне очень это понравилось. Метро ездить каждую минуту, это вообще даже, мне кажется, быстрее они приезжали. В Брюсселе, ну, у нас несколько метро есть по Бельгии, то есть это Антверпен, но это не полностью метро. Я говорю сейчас о Брюсселе. В Брюсселе у нас всего 4 линии, и каждое метро надо ждать по 10 минут. Так что если вы опоздали, то опоздали. Ну, что мне больше всего понравилось в электричках, в метро, это когда заходишь в само метро или, например, на вокзал, очень много полиции проверяет проверок, ставят какие-то бабушки, какие-то дядечки с повязками, даже дежурный, проверяют всё ли в порядке и проверяют, пробиваете ли билет. Конечно, перелезть там уже невозможно, но мне кажется, если бы не было столько проверки, люди попытались бы всё-таки. Что мне понравилось на вокзале? Я использовала Курский вокзал, я оттуда ездила в Подмосковье, и мне понравилось, когда заходишь в сам вокзал, надо проверять, то есть там стоят сканеры, и надо проверять сумки. То есть всё ли в порядке, они даже меня один раз остановили, проверили, что у меня в сумке лежит. Так что, ну, прикольно было, потому что в Бельгии такого нету, нет такой прям защиты, мне кажется. Здесь не так много народу, как в России, поэтому, и, наверное, поэтому проверки нету. И не чувствую себя так безопасно, скажу честно, потому что после всех атак в Брюсселе вообще по Бельке, я лично не люблю ни брать, ни метро, ничего не брать, ни автопообщественный транспорт, ни электрички в редких случаях, но тоже я им не доверяю. Наверное, банально такое сравнение, моя четвёркотая заметка — это то, что в Москве и вообще в России, как в России, я говорю о Москве и Подмосковье, дороги очень широкие. И для меня это было, конечно, ну, потому что я привыкла к узким улицам в Бельгии и в Москве, все как-то вообще как будто не соблюдают правила дорожного движения. Паркуется я, честно, вот, когда мы только вот в первый вечер приехали, моя сестра должна была забрать девочку, свою дочку из садика, и мы поставили машину как-то вообще, то есть там, ну, то есть настолько широкие дороги, что люди паркуются так, потом можно второй ряд запарковать, как бы оставить на время, и у каждой машины лежит такое, типа, я мешаю тебе выехать, типа, позвони мне по номеру. Ну, прикольно, потому что мы ушли там, например, минут 10, и машина спокойно стояла. Вот, поэтому в Бельгии улицы намного меньше, они намного уже, поэтому я привыкла к такому. То есть мне тогда... Я ещё приехала в такой момент, когда был только снег, какой-то снег, грязь, все машины грязные, просто... Для меня это просто было шоком, потому что я никогда в жизни не видела столько грязных машин. Просто это было просто какой-то кошмар. Ну, мне кажется, это зря мыть машину, когда там и соль, и грязь, и гололёд, и там всё это... Снег опять идёт, зачем мыть машину сто раз, когда... Да, когда всё равно такая грязь. Это было для меня шоком. Моя пятая заметка — это то, что много-много-много-много-много людей ходит по рельсам в России. Я помню, когда я жила когда-то в Подмосковье, я тоже самое это делала. Тоже-тоже переходила в рельсы не в положенных местах, там, где нельзя. Вообще ходила по рельсам, куда-то шла. И сейчас для меня это шок, потому что в Бельгии это запрещено, запрещено. Если вас увидят, если вас снимут на камеру или кто-то увидит, пожалуются. Во-первых, на вас подадут в суд это по-любому. Во-вторых, вы рискуете получить штраф от 80 до 2000 евро. И в-третьих, вас могут посадить в тюрьму. В тюрьму от 8 дней до 5 лет даже. Последняя заметка на сегодня — это сортировка мусора. Боже, какой кошмар. Когда я уехала из России в 14 лет, ну не я уехала, меня увезли, я помню, что мы весь мусор, то есть абсолютно всё кидали в эту трубу на лестничной клетке. Всё, что могли, кидать туда. То есть даже в детстве кидали туда даже не мусор. Ну просто абсолютно всё сбрасывалось туда, кроме картона. И даже бутылки даже, кто какие-то бутылки, склянки тоже туда кидали. Но я помню, что ходили там дядечки и собирали эти бутылки, чтобы сдавать. Ну короче, не факт. Просто если вы приедете в Бельгию, для вас будет шоком, потому что здесь сортируется абсолютно всё. Картон, бумаги, пластик, бутылки. Бутылки цветные, белые, разноцветные. Мусор у нас даже разделяется на два пакета. То есть один съедобный мусор, второй несъедобный мусор. Бельгийцы часто вывозят мусор в контейнер-парке. Там немножко надо платить. Я считаю, что это классно всё равно. Если ты хочешь избавиться от мусора и быть экологичным, то отвези своё барахло, как говорится, в контейнер-парк. Почему мне это так нравится? Потому что ты чувствуешь себя, что ты не губишь в природу. И возможно, да, мы никогда не знаем, что там люди всё равно кидают в этот мусорный бак. Но здесь, если человек, который собирает мусор, увидел, например, в пакете в пластике, ту вещь, которую запрещено туда кидать, он его не возьмёт. Просто огромный стикер приклеит, наклейку приклеит на пакет, что мы не взяли ваш мусор, потому что бы плохо отсортировали. И также, кстати, с очень тяжёлыми мешками для мусора тоже так же они клеят наклейку, если они не хотят его брать по какой-то причине. Так что для меня это был просто... Я говорю сестре, как вы кидаете бутылки в мусорный бак? Я не могла кинуть. Мне реально было тяжело даже кинуть в этот пакет, который она поставила для мусора. Ну, то есть я вообще обельгилась в этом плане полностью. Такие у меня были заметки. Ожидайте вторую часть, если вам было интересно. Подписывайтесь на мой инстаграм, собачка Вероника Белджим. Я там веду мой блог о Бельгии и рассказываю всё так же о моей реальной жизни здесь. Так что, заходите в гости. Ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео, задавайте ваши вопросы, и буду рада за вашей дружбой. Субтитры сделал DimaTorzok